МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот то, что я преподаю, оно опирается на достаточно большой опыт разрешения социально-трудовых конфликтов. Вот в этой маленькой книжке, которую я вам дал, в ней, я думаю, что вы почитаете по очереди. Первая часть – это просто программа, программу вы размножите, и всё. А вот вторая часть – это расчёт нормальной зарплаты. Это тот расчёт, который под моим научным руководством был проделан докерами. Но когда он был проделан? Вот когда начинается конфликтная ситуация, идут переговоры или коллективные трудовые споры в соответствии с законом, те, кто участвуют в разрешении конфликта, они освобождаются от работы с оплатой по среднему до трёх месяцев. С оплатой по среднему. В это время они в состоянии заниматься. Люди с высшим образованием, а бывает и с двумя. Бывает и с тремя. Которые – это раз. Во-вторых, они достаточно, я бы сказал, высокую зарплату получают. То есть если у нас, допустим, 47 средние по городу, там 80-90. Поэтому мы считали с ними нормальную зарплату. То, что нужно для нормального воспроизводства работников и членов его семьи. Как считать? Сколько должно быть детей, во-первых, в семье, чтобы это было нормально? Это надо исходить не из этой семьи, не из того, как зовут супругов, а из задачи расширенного воспроизводства населения России. Если два человека, расширенное воспроизводство не обеспечивается. А вот если два с четвертью, уже обеспечивается. Но два с четвертью не рождается, вот как-то так получается. Поэтому надо исходить из того, что нормальным является семья, в которой трое детей. А следовательно, нормальная для неё квартира? Не однокомнатная и не студия, в которой только, как говорится, студить можно что-то. И что там изучать? Какая жизнь сейчас тяжёлая в студии, которую сейчас всё время рекламируют? Что такое студия? Всё это вот всё. Одна комната, в которой всё. А должна быть трёхкомнатная, а если разнополые дети – четырёхкомнатная квартира. Но мы в своих расчётах всё время шли на уступки к кому? Работодателю. Если вы с ним ведёте переговоры, то нужно всегда не завышать, а вроде бы как сказать. Мы вот по минимуму считали. Ну, по минимуму считали, считали, и всё считали. И одежду, и обувь, и книжки, и телефоны, и компьютеры. Всё, что нужно. И за это время мы же считали нормальную зарплату, ну, из расчёта, скажем, 25 лет работы. Почему? Не только потому, что это примерно как раз тот возраст, который люди проводят на предприятии. А ещё и потому, чтобы лёгче были эти расчёты делать. Они же, так сказать, нам нужны не для фактического, так сказать, вот уже не для фактической выплаты, а для примерной такой оценки. И для примерной оценки, ну, 25, если лет, и вы умножаете на 12 месяцев. Сколько будет месяцев? 25-летний срок. Это будет ровно 300 месяцев. Поэтому все вот, когда вы берёте расходы за время всей трудовой жизни, потом раз на три разделили, и ещё два нуля приписали. Поэтому это, чтобы не было, не превращался этот расчёт в всё такое сложное, что нужно с компьютерами, там, или в Excel считать. Да ничего тут особенно не надо. Складывай, дели на три, а потом приписывай. Поэтому можно видеть вклад каждого элемента, допустим, каждого платежа, допустим, отдельные выплаты в школах. У нас обучение бесплатное, но не без денег. Медицина бесплатная, но не бесплатная. И так далее. И вот, когда вы всё это дело посчитаете, достаточно объёмно. И это важно, чтобы считали не такие, как я, которые, так сказать, в особом положении находятся, потому что я представитель, так сказать, во-первых, умственного труда, а во-вторых, в привилегированном университете, вы знаете, что такое отцо? Нет, знаете. Вот мне, когда показывают, как устроена моя зарплата в бухгалтерии, это вот столько, а вот это вот отцо, а это отцо, а это отцо. А что такое? Я думаю, что такое отцо? Отцо – это особо ценный объект. И, скажем, к той зарплате, которая имеет в других вузах, нам приписывают ещё половину по каждой составляющей. То есть, там, скажем, если я доктор наук, а я доктор наук. Плюс половину от того, что за докторскую степень. Плюс у меня должность профессора. Я профессор кафедры социальной философии и философии истории нашего института. Так, ещё половина от того, что как профессор получаем. Но я ещё и имею звание профессора. Звание у меня такое – профессор по кафедре экономики и права. Это с этим тоже связано. Почему я вам это читаю? Потому что у меня учёное звание включает в себя и право, и экономику. А учёная степень моя кандидатская – кандидат экономических наук. А докторская – доктор философских наук. То есть, как во всякой комплексной теме, в таком деле, как конфликтология, нужно обладать, так сказать, зданиями в смежных областях. Что, собственно, и требуется. Поэтому, вот можно сказать, что вот по части конфликтов социально-трудовых, ну вот я тут для кафедры конфликтологии выступаю, так сказать, вот таким ведущим звеном. И когда издавалась книга, посвящённая трудовым конфликтам или учебник по медиации, вот я там раздел соответствующий писал, а в книге меня попросил профессор Олейников написать заглавную такую вот статью на тему или параграф «Конфликт в зеркале социальной философии». То есть, что такое конфликт, чтобы это было, как следует, обосновано. Ну вот я вам рассказал, чем я занимаюсь и почему я здесь преподаю. Преподаю уже много лет на кафедре конфликтологии. Хотя вот во втором семестре я совсем ничего по конфликтологии не преподаю, но у меня могут оказаться курсовые работы или там, скажем, и дипломные работы с кафедрой конфликтологии. И были они, и успешно защищались. Но я тогда преподаю на журналистике философию, и там есть такой реклама и связь со общественностью, тоже на журналистике. У них это социальная философия. На историческом факультете социальную философию и философию для историков, а социальную философию для музеологов. У нас тоже есть музеологи на нашем философском факультете, и у нас директор Эрмитажа заведует кафедрой. И вообще, надо сказать, университет у нас захватил всё. Однажды я попал в больницу по поводу грыжи. И вот, так сказать, долго туда заоформлялся, устраивался. Говорят, только это не третий городской, но идите там на восьмой этаж, там центр лопароскопии. Я туда захожу и вижу, написано, кафедра хирургии Санкт-Петербургского государства. Думаю, далеко я не ушёл. Далеко не уйдёшь от наших. Но вы знаете, что Гергеев, который главный режиссёр или режиссёр Мариинского театра, он же и декан с факультета искусствоведения. Или вот у меня был такой дипломник, Кудрин Алексей Леонидович, министр финансов потом. А сейчас он является деканом факультета свободных наук и искусств. Знаете, где он расположен? Галерная улица. Вот как она упирается в Кульков канал. С левой стороны это очень красивый особняк. И вот там находится. Там особых свободных наук и искусств. У нас был один товарищ, который там преподавал. Погребняк. Ну вот он у нас там преподавал, тут преподавал. Вот с прошлого года он уже целиком там преподает. Так что в университете у нас есть всё и все. Есть политологи, есть социологи. И у нас есть какая-то взаимозависимость, есть связь. Ну а обучение в магистратуре, как вы понимаете, теперь предполагает, что вы можете по любой специальности закончить бакалавриат, а поступить туда, куда вы захотели, если вас взяли. Вот вы что заканчивали? Какой? Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета. Вот. Вот. Значит, институт социологии и регионоведения. Религиона и регионоведения. Вы? Мы заканчивали гуманитарный университет профсоюзов. Гуманитарный университет профсоюзов. Два. И так далее. Которые у нас там на Балканах. Скажем так. Там всё балканское. Рядом. И памятник там. Ректору стоит. Да? Нет. Уже сняли, что ли? Сняли? Нет. Внизу был там, я бы, валищник. Там других полно. А? Там других полно память. Ну, там был, наверное, он снял свою память. Чтобы не было других. Но он известная такая фигура весьма. И там есть, между прочим, да, отделение, комплектология. Меня очень сватывали там преподавать в этом году. Но я вот не могу просто по вопросам, по времени. Так, закроем. Теперь уже немножко нагрелось. Значит, курс, который здесь читается, он необычный. Попросил меня его подготовить заведующие кафедры Александр Иванович Требков. Вам уже хорошо известный, да? Вот. И я вот с этим подготовил такое учебное пособие, которое вам передал. его можно в электронной форме, это же учебное пособие, найти на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Заходите на сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Сразу поисковик находит в библиотеку. В библиотеке вот политический попов, политические составляющие социально-трудовых конфликтов. И там, вот, там есть и программа, ну, в общем, эта книга вывешена в электронной форме. Так что здесь я ее вам передал без отдачи, так сказать, в вашу группу. А вы можете ей пользоваться удобно в электронной форме, потому что можно посмотреть, что-то оттуда взять и перенести себе и так далее. Ну, вот, что я вам мог сказать в порядке, так сказать, ознакомления с тем, кто я такой, кто будет вам причитать эти лекции. Если у вас есть какие-то там вопросы или по ходу дела будут вопросы, то вы их задавайте. Значит, наш курс, он, тем более магистрский, он предполагает не то, что я только буду говорить, а вы будете только слушать. У нас и времени, и возможности достаточно, чтобы ответить на те вопросы, которые вы зададите. Ну, если надо, и подискутировать, и подискутировать, потому что, как наука без этого не бывает, без дискуссий, правда, вовсе не обязательно заглатывать любое, так сказать, положение, которое излагает лектор. Хотя, вот мы имеем очень хороший пример, вот, Владимир Ильич Ленин, как вы знаете, после того, как он участвовал в студенческих волнениях в Казани, был исключен из Казанского университета, но поскольку папа его был в том времени дворянин, и, соответственно, и мама тоже дворянка, а, собственно говоря, он в 16 лет тоже дворянин, то ходатайствовали, так сказать, перед властями о том, чтобы ему разрешили здесь сдать экстерном, он пришел, сдал все, что надо, отлично, и уехал заниматься своими делами. То есть это мы тоже не путаем одно дело, что вы можете сдать, но совсем не обязательно, что вы этого придерживаетесь в полной мере. Правильно? Или будете придерживаться, потому что каждый усвоен индивидуальный путь, взгляд и так далее. Вот, если я проверяю это, вы усвоили, усвоили, но вы усвоили тот курс, который я давал. Курс, он сам по себе интересный, вот, но и общественно, можно сказать, представляющий немалый интерес, поскольку я вот с проблемами, которые есть в этом курсе, выступаю и в интернете. Значит, есть такой сайт опер.ру Коблина, на этом сайте есть вот такой ролик Михаил Васильевич Паков о профсоюзном движении. Его посмотрело ну, больше 200 тысяч человек. Вот этот ролик, так сказать, поскольку он такой публичный и рассчитан не на учебную аудиторию, а на всеобщую аудиторию, а на всеобщую, как это не всем может понравиться, а некоторым может не понравиться, а нет, он даже очень не понравится и так далее, он построен таким образом, чтобы с ним было спорить непросто. Поэтому он там издалека все начинается, подготавливается и так далее. Вы можете, он наиболее близок вот к тому курсу, который я читаю, из публичных таких вот материалов, и вы можете его посмотреть, зайдя в опер.ру, потом видео, потом персоналий, персоналия очень простая потом, вы играете Михаил Васильевич Паков, и там Михаил Васильевич, разведопрос, Михаил Васильевич Паков о профсоюзном движении. И можете это посмотреть, потому что, чтобы не получилось так, что я вам здесь, так сказать, говорю, три человека сидит одно, а когда, так сказать, есть какая-то большая аудитория, это уже другое. Ну, это тоже очень важно, потому что, ну, каждый конфликтолог должен выступать и в публичном поле, а не где-то там прятаться, там, дескать, вот здесь вот, я тут сказал, вы никуда не выносите. Вот все, что здесь делается, тоже здесь будет записываться и вывешиваться на канал Фонда Рабочей Академии. Канал. Это Фонд Рабочей Академии YouTube. Вы заходите туда, и вы можете уже посмотреть лекции по этому же курсу и за предыдущие годы. Но, понятно, что, поскольку эти лекции у нас не принято читать под фанеру, как у некоторых артистов, когда уже открывают рот, а запись уже есть, и можно уже как бы и смонтировать это все. Это раз. Во-вторых, события у нас достаточно быстро меняются, и на них надо реагировать. Поэтому, если вы посмотрите лекции за разные годы, вы видите, что они, конечно, разные. И я думаю, что курс, который читается вам, если он читается вам, он связан с вашими интересами и с тем, какие вопросы вы будете задавать или что вы будете просить, так сказать, осветить, имея в виду, что есть разные формы продвижения вперед в смысле своего образования. Можно сказать, что я вас учу, а можно сказать по-другому, что вы учитесь. Так ведь записано? Учитесь себя. А если вы учите себя, то вы должны воспринимать преподавателей, меня в том числе, в качестве некоторого вспомогательного средства. А если вспомогательного, то, следовательно, вы, скажем, будете долго ходить по библиотекам и находить то, что я вам могу сказать в течение двух-трех минут. И это, как вы понимаете, долгая история, пока человек дойдет. Почему, скажем, в случае кандидатской и докторской диссертации есть человек, который этому содействует? А именно, если кандидатская диссертация, то научный руководитель, как правило, и он позволяет быстрее продвинуться в ту область, где он выйти, на передовой рубеж науки. Ну, а докторская – научный консультант. Ясное дело, что вот вы меня консультируете, я могу согласиться, могу не согласиться. Ну, послушайте, я вас должен. Меня учил мой коллега, мы с ним написали, по крайней мере, четыре книги вместе с профессором Моисеенко, бывший декан экономического факультета. Он такой интересный человек, фронтовик, командир полка Акатюш был в войну, воевал в Кенигсберге. Он мне говорил, так, Миша, ты выслушай и сделай по-своему. Надо сказать, в общениях с представителями более старшего поколения это очень важное дело, потому что вот больше всего они все репеют, когда их не выслушивают. А вы выслушали, да, 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 да. Поблагодарили. И дальше то, что вы считаете. И уже они не будут с вами воевать. Это вот проверено. Поэтому единственное к этому добавление, что вам еще и зачет или экзамен надо сдать. А так все хорошо. Ну, мы знаем историю вопроса. Этот курс всегда успешно сдается, потому что ну, это уже магистратура сюда пришли с интересом соответствующим и с настроением. Поэтому как бы вот я там не представляю, что я должен вас заставлять заниматься. Как-то это странно было бы. Вот этого не будет. А вот проверить, конечно, я должен вам сказать, что у вас, скажем, не то сказано. Но это мы не худо бы, если бы мы это делали и по ходу делали. А не доводили дело до экзамена или зачета. Поэтому вот как только вы видите, что тут что-то вот по-вашему не так или возможно не так, то вы меня останавливаете, как помните, как торгуют в этих поездах. Если вам понравился какой-нибудь товар, вы меня можете остановить, потрогать, посмотреть, выбрать. Так и здесь. У нас не 200 человек в аудитории, и поэтому у нас такие возможности есть, их нужно использовать. Ну, в этом и разница, я думаю, с тем обучением, которое имеется в бакалавриате. Там всё-таки сидит, ну, 15-20 человек, уже это затруднено. А тут 3-4-5 человек надо эти преимущества использовать. Если вы помните, в советское время была всё время мечта у разных деятелей дойти до каждого. Вот когда у меня складываются ситуации, что приходит один на лекции, я говорю, ну вот, ну, наконец-то. Вот теперь мы будем работать только с вами. Персонально. Эти, кто всё отдыхает, мы с вами будем заниматься. Или наоборот, или с вами. Вот, поэтому мы тоже понимаем, какие у нас условия, обстоятельства. Но вот я вас призываю к тому, что вы возможности, которые даёт вот это занятие, использовали в максимальной мере. Что имел в виду Александр Иванович Стребков, когда просил создать такой курс? Сколько я его, по его заданию, вот сделал. Ну, скажем, когда я читаю курс социально-трудовых конфликтов, я не затрагиваю никакие политические вопросы вообще. Потому что вы научитесь проводить, так сказать, коллективные переговоры, коллективные трудовые споры, изучите трудовой кодекс, поймите, как им пользоваться и так далее. Какие есть инстанции, куда обращаться и так далее. Но на самом деле мы же с вами знаем, что это не вот есть проблемы, которые не проблема одного предприятия, одного работника. Что это вот типичная проблема работника Иванова, она, оказывается, охватывает миллионы людей. Нельзя ли на это вот посмотреть на эту всю проблематику конфликтологическую с точки зрения не присутствуют ли в этих процессах какие-то политические составляющие. Ну, если они присутствуют, то как их обнаружить? Надо, наверное, пойти по другому пути. Мы начать, даже не с конфликтов, к которым мы вернемся, начать нужно с того, что такое политика. И вот первая лекция, которую я уже начал, и к которой я уже приступил, называется, и тему имеет политика. Политика. Что такое политика? Ну, вот для того, чтобы убедиться в том, что люди говорят очень часто о том, о чем-то очень широко известном, не зная определений, можно очень просто сделать. Вот спросите вас, что такое политика. Вот вы скажите мне, что такое политика? Ну, наверное, в самом общем виде это процесс осуществления борьбы за власть и реализации этой самой власти. Процесс осуществления борьбы за власть, да. Вот мы с вами, скажем, два кандидата на пост президента. И вот мы боремся. Два кандидата. Это политика. Сначала Путин, потом Медведев, потом Путин, потом Медведев, потом Путин. Политика. Это имитация политики. Не, ну, почему это имитация? Вы мне дали определение, я это определение взял. Как только я его взял, вы говорите, это имитация. Ну, есть борьба за власть? Да. Ну, а что вы тогда? Почему говорите имитация? Почему вы сразу отказались от своего определения, выбросили его и оставили меня ни с чем? Возвращаемся дальше. Это в рамках тех персоналей, которые вы назвали. Это сложно назвать полноценным. Нет, ну, я не в рамках образования. Я взял, вы, я вас спросил, что такое политика? Вы дали мне определение. Я им пользуюсь, я имею право пользоваться. Или вам для чего это? Это фундамент или орнамент ваше определение? Фундамент, конечно. У вас никакой не фундамент, у вас орнамент. Давайте снова возвращаться. Что такое политика? Вот власть тьмы. Слышали? Тьмы? Власть тьмы. Не слышали такие? С пьесой. Власть тьмы. Ну, хорошо, есть власть жены или нет? Вот нам профессор Рященко рассказывал. Жена швабры выковыривает из-под шкафа мужа. А он говорит, я человек свободный. Хочу вылезу, хочу не вылезу. Ну, может быть, власть. Ба разного бывает. Кто глава, кто не глава. Власть может быть. Власть, это же широкое очень понятие. Власть денег. Власть денег – это политика. Ну, что еще говоришь? Политика – власть денег-то. Тоже власть. Какая власть? То есть, какую-то власть вы взяли, а какую – не сказали. И получается, что все размыты. Давайте дальше проводить эксперименты. Я от вас отстаю и вот начинаю. А вы будете следующие. Готовьтесь. Так, политика, как вы думаете, что такое? Ну, широкое число. Понимаете, я спрашиваю, что это управление чем-то. Управление чем-то. Я понял, я теперь, когда поеду на велосипеде, буду знать, что я политик. Потому что в широком смысле или чем-то управляешь, ты политик. И вот я в Канаву заехал, значит, моя политика провалилась. Вы настолько расширили этот подход, что он уже ничего… Что такое определение? Определение с каким словом связано? Предел. Вот чтобы положить предел и отличать человека от животных, достаточно сказать, что человек – это животное, у которого есть мочка на ушах. Потому что нету других таких животных, у которых есть мочка на ушах. То есть я уже пределы положил. Но это не определение, потому что дальше вот в науке логики Гегеля даётся понятие определения. Определение… Сейчас я вам сформулирую. Я не уверен, что вы… Вы не читали это, науку логики? Читали Гегеля? Нет? Нет. Но я читал. Я вам сейчас сформулирую. Сначала будет непонятно. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность-то находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием, есть определение. Так это вот в тексте звучит. Обучение о бытии. Теперь, чтобы это разобрать, серьёзные определения, их разбирают. Для этого нужно, так сказать, по разделениям делать. Ну, качество. Качество есть первое, непосредственное определение. Что-нибудь взять какое-то качество. Если мы говорим об определении, надо взять какое-то качество. Качество, которое есть в себе. Что такое в себе? Вот вы сейчас в себе или не в себе? А что значит в себе? Вот, можете сказать, что это значит, что вы в себе? А сейчас я вот не получил, а то, что он говорит, значит, ну, на вас кричат. Вот, набрали тут магистратуру, не могут ответить. Это что означает? Я вышел из себя. Так что означает в себе, а что вам сейчас не по себе? Нет. Видите, какие тут... А что вот имеется в виду, что в себе, а не по себе? Или я пришёл сейчас вот к себе, дарю декану. Она говорит, Михаил Васильевич, сейчас я приду в себя и тогда вам отвечу. А где она была? Придёт в себя. А где она была? Что, в другой школе была? Что, в чём-то, где-то. Какой-то-то придут в себя. То есть, вот это мы не замечаем, но люди, которые занимаются логикой, как раз вот по этими вещами, понятиями, определениями, специально занимаются философией. Они, конечно, это всё улавливают, эти оттенки. Поэтому, когда мы говорим в себе бытие, я сейчас... Вы в себе, и вы сразу ответили правильно. В себе. Можно я скажу, что это значит? Что вы равны самой себе. Что вы такая, как в обычной самой норме. А если вам не по себе, значит, что-то голова заболела, что-то вот сердце-то нажмёт. Мне не по себе. Правильно? То есть, я уже не равна самому себе. Так вот, качество, которое в себе, то есть, которое сохраняется. Вот если вы добрый человек, да? То вы сейчас добрый, а через пять минут стали злой, на всех стали кидаться, ещё и драться. То это у вас, следовательно, это ваше некачество не в себе. Оно не есть в себе. Оно бытие для иного. А вот надо взять не такое качество, которое сегодня есть, завтра нет, а такое ваше качество, если я вещь веду о вашем определении, которое сохраняется в изменениях. Вот сегодня хорошая погода, плохая погода, у вас хорошее настроение, плохое, а вы, тем не менее, всегда добрый, порядочный человек. А если вдруг плохие условия, не дай бог, мы оказались на этом самом, в открытом море, и нечего есть целый месяц, и взяли меня, съели. Какой интересный вы человек. А вот помните, у нас была история, когда у нас три человека, военных, на корабле в море кидались, пока не встретил их американский корабль, увидел, что никто никого не съел. Они съедали как бы с ремни и сапоги, но они все остались людьми. Одного из них я запомнил, Зиганшин там, все эти сержанты. То есть, а ведь были случаи, когда вот в тяжелых условиях начинается людоедство. То есть порядочный человек, он во всех условиях порядочный. А не только тогда, когда все хорошо. А как только плохо, значит, сразу кулаками и сразу что-то меняется. То есть, определение – это качество, которое сохраняется в изменениях. Ну, если оно только сохраняется, ни в чем не проявляется, то есть вы добрые, хорошие, порядочные, не только, ни в чем не проявляется. Ничего не сделали, никого не научили, никаких злодеев не остановили, а вы просто хорошие. Но это вот, если оно ни в чем не проявляется, то это и не определение. Потому что определение должно проявляться вовне. А это вот записано логически так, что связано с другим моментом. Это нечто с внем бытием. Внем бытие – это такое пятие, которое вы хотите. Если вы говорите «вы», значит, вы имеете в виду, что есть что-то не вы. Если вы говорите «в бочке», значит, есть что-то и не в бочке, правильно? Что-то за пределами. Это так выражается вот на таком строгом логическом языке. А смысл такой – это такое качество, которое сохраняется в изменениях и проявляется вовне. Вот я сказал привычными нашими словами, что такое определение. А вот теперь ясно возвращаюсь к тому же самому вопросу. Что такое политика? Защита интересов государства. Что это? Защита интересов государства. Значит, вот те, которые защищают интересы государства, это политики, а те, которые делают революции и уничтожают это государство, те не политики. Ерунда получается. Так? Наверное. Ну как он? Ну вот хорошо, вот там, скажем, Ленин, который организовал революцию и организовал свержение, сто лет назад организовал свержение царского правительства и затем временного правительства. Да? Участвовали и в том, и в другом. Потому что правительство царское вело войну империалистическую, а большевики выступали против империалистической войны. Поэтому они выступали и против, так сказать, политики царского правительства, а потом и против политики временного. И чего, они не политики, раз они не защищают интересы государства. Вы сразу, это не политики. Ну хорошо. И вот не политики взяли власть. И тогда они стали политикой. Как только они сели в кресло, вот там, скажем, сел Ленин, председатель, а он стал нарком, а он политик. А пока он это кресло завоевывал, он не политик. Как-то странно. Неубедительно. Правильно? На самом деле, вот если, так сказать, обозреть всякие высказывания на эту тему, то мы много известных найдем высказываний. Например, политика – это концентрированное выражение экономики вот у Ленина. Это определение политики. То есть, я вот хочу узнать, что такое политика. Значит, взять экономику, сконцентрировать ее, как концентрировать, молоко, если концентрированное продают, это будет политика. Как-то… То есть, это высказывание о политике, но это не определение. Или можно прочитать, что политика – грязное дело. Вот вы политикой занимаетесь? Может, у нас курс о грязном деле, о грязных делах? Такой может быть же курс? Ну, раз политический стать. То есть, нельзя ли вот среди этого чистого, хорошего найти всякие следы всякой грязи? И вот тогда вот мне поручили, а еще мне поручили с вас так истрясти экзамен или зачет. Можете ли вы эту грязь найти? Да? Сплошь и рядом это ведь вы услышите, что политика – грязное дело. Это что, оно у всех грязное? Или есть политики, у которых чистое это дело? Это высказывание. Но можно ли это высказывание брать за определение? Поэтому вот мы с вами должны к чему относиться ко всяким определениям? Критически. А что значит это критически? То есть так повернуть и сяк повернуть, чтобы то, что мы взяли, было надежным. Было надежным. Вот. Поэтому вопрос о политике – это вопрос глубокий. И когда появилась вообще политика историческая, наверное, еще неплохо вы и корни получили? Была политика в первобытном общинном коммунизме. 90 тысяч лет человечество прожило в обществе, основанном на общественной собственности, на средства производства. Община имела общие средства производства. А какие там средства производства? Ну, какие там средства производства? Топоры каменные, ножи каменные или костяные, потом другие. Общий скот, если уже появляется, допустим, скот, животноводство появляется. То есть корова – это же средство производства. Сюня – средство производства, курица – средство производства и так далее. Там была политика? Нет. А когда началась вообще политика? Тогда мы должны углубиться и найти эту точку, когда не было политики и стало. Если мы что-то хотим понять, надо понять, как она зародилась. Правильно будет подход? С точки зрения социологии, регионовидения, правильно, что мы начинаем искать истоки этого явления? И чтобы понять, как оно родилось и во что оно выросло сейчас. И чем оно является. И на перспективу, чем оно будет, как оно меняется и так далее. А иначе мы как можем говорить о каких-то политических составляющих? Ну и когда появилась политика? Вчера? Нет. Или когда я книгу такую написал, появилась политика? А до этого пока не написал, не было, что ли? Ну, какие-то философы говорили о политике. А что, это касалось только философов? Или это явление более широкое? Поставим вопрос по-другому. Пока в обществе не появились классы, была политика или нет? Нет, не была. Зря вы киваете вот головой. Это же преподаватели, они же заведут черт нескуда, если их поддакивать. Вы должны критически. Не было, конечно, политики. А потому что то, что было, не политика. Окрес всего. Потому что политика, всякое определение, оно из чего-то складывается, из чего-то вытекает. Нужды в этом слове, в таком понятии вообще не было. А какая была политика? Был матриархат. Вот мужики пускай идут, собирают коренья, орехи. Ловят мелкую живность, приносят. Женщины распределяют, сообща готовят. Чтобы было хватало всем детям и взрослым, чтобы никто не умирал. И все. Какая политика? Где тут политика? Распределение какое? По потребностям. Почему по потребностям? Не в том смысле, что вот все прям наелись. По потребностям, значит, у кого потребность? Если у детей потребность больше в чем-то, там, в молоке, так надо и дать больше, чем другим. А если у мужчин, которые тяжелую работу, уроют яму, чтобы туда свалился мамонт, то, значит, у них появляется дополнительная потребность в этом. Иначе они не выроют яму, и останетесь вы без мяса. И женщины, и дети, и мужчины эти. Значит, надо с учетом этой потребности их кормить, чтобы они могли вырыть. Но там глубоко надо вырыть. Между прочим, закрыть ее так, чтобы он не заметил, и потом раз туда и свалился там на острый кол. А дальше надо ее разрезать, тушу, ее, так сказать, переносить, и жарить. Какая тут политика? Нету никакой политики. И вот, наконец, производительные силы развелись настолько, что вот в войнах, которые были между племенами, встал вопрос, а надо ли убивать тех, кого мы захватили? Вот пока производительность труда такова, что я могу произвести только на одного человека продукт. И вот вы меня захватили. У вас племя черных, видите, вообще в черном. И вы меня захватили в плен. Дальше что вы со мной будете делать? Плен брали? Что значит взять в плен? Кто кого будет кормить? Вы меня будете кормить? Тогда вы умрете. Если я буду сам себя кормить, то вам-то какой-то аризон. Если я только на одного человека, на себя иду, создам. Поэтому никакой пользы от того, что я буду вас в плену, нет. Поэтому что делали с теми, кого захватывали? Вот говорят, что это просто были какие-то жестокие нравы. Так при чём жестокие нравы? Другого способа нет. Надо избавиться от этого. Убивали их, и всё. Или родители. Они уже работать не могут. Это сейчас вот про пенсию говорят. Пенсия, всё хотят как-то отодвинуть возраст. Пенсии у нас даже Кудрин думает. Вот прямо все проблемы уперлись в то, чтобы срок выхода на пенсию увеличить. Вот только вся вот эти... На острие развития нашей экономики прямо пенсионеры сидят. Не миллиардеры, которые, так сказать, у нас богатит. У нас за прошлый год количество долларов, миллионеров выросло на 10%, а долларов миллиардеров на 11%. по данным Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Поэтому если вам будут рассказывать, что плохая у нас экономика, для кого плохая? А для кого очень хорошая? Потому что во всём мире процент прироста долларов миллионеров за 2016 год составил 4, а у нас 10. О! Мы перегнали весь мир. Так вот, возвращаясь ещё раз к истокам, возникновения классов, если уже не могут работать родители, что происходило? Вот они как бы прощались с вами, уходили в горы, и всё на этом. Почему? Потому что выбор остался у общины один – или кормить детей, или кормить родителей. Ну, какой выбор, может быть, как вы думаете? Или сохранить вообще это племя, то есть надо кормить детей. А если кормить родителей, значит, ну, эти умирают дети. Мало ещё пока было. И, как вы понимаете, средний возраст был, ну, наверное, уж до 40-та не дотягивали. Никак. Почему там всегда, вот в истории, все молодые такие. Как и сейчас некоторых предпочитают. Умереть молодыми – селфи, и всё. И так на всю жизнь остался молодым, красивым, здоровым. А вот мы уже, видите, не подходим, так сказать, под это селфи. Так. И вдруг произошёл такой скачок, качественный, качественный скачок появился. Я могу уже произвести на себя и на вас. И вот вы меня поймали. И я ваш противник. Вы не имеете права меня убить. Раз я представитель противоположного племени, вы с вами ввели войну. Так. Ну и тогда, ну, а какой резон меня убивать? Лучше ли вам я буду работать, вы будете отдыхать, а я буду на себя и на вас готовить. Как вы считаете? Вот я вам предлагаю так меня использовать. Как говорится, я сохраняю себе жизнь, а вы будете, а у вас, а вы будете вот конфликтологией заниматься, ходить, магистратуры всякие. А зачем вам это всё? А я буду добывать хлеб и вас кормить. Ну, конечно, вам нужно смотреть, чтобы я как бы не прибил вас при этом, и не убежал бы. Да? Ну, для этого надо создать такую организацию, которая бы за этим следила. И что у нас получается? Одни работают, другие пользуются трудами, плодами труда тех, кто работает. Это как называется? Это называется появление чего? Класс. Начало, разделение на классы. А если классы появляются, ну, рабов много, а работодателей мало, то как это всё, это большое количество рабов, держать в помидорении? Они же убегут. Или восстание поднимут. А что нужно делать с оставшими? Убивать. А что нужно делать с беглыми рабами? Возвращать? Сечь при тьме и возвращать при нём хозяина. А хозяин может убить раба? По закону. Раба может. Это потом был такой скачок крепостничества, когда убить нельзя, а можно убить при тьме. И так это вот, если посмотреть, вот эти ступени, ступени-то недалёкие от нас. Вон ещё Некрасов, который, как говорится, уже близок к нам и очень понятен. Он пишет, что вчерашний день, в часу в шестом, зашёл я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Видимо, такая была услуга, чтобы баринцу, зачем ему снимать эти белые перчатки там, он отправил туда, привезли, там подвергли воспитанию и вернули обратно. Пускай работает как следует. Не уходит от работы. Есть барышня, надо её соблюдать, работать. А вот вы на барышне отработали, а дальше как хотите. Вот вы здесь сидели в магистратуре, а чем вы ещё занимаетесь? Нам это преподавателям не дано знать. Мы вас будем спрашивать только по теме вот этого курса. Примерно такая картина. Что это такое? Это уже другой строй. Другие два класса какие? Это уже не работодельцы и рабы, а крепостные и помещики. Но помещикам, феодалам нужна организация, чтобы держать поминовения крепостных. В личной зависимости. Они в личной зависимости. Находятся и рабы, и крепостные в личной. Как называется эта организация для охраны интересов господствующего класса? Что такое? Вы не знаете, как называется? Знаете вы это? Я просто с той стороны зашёл, чтобы вы так как-то не вам, не сразу было. Что там, регионоведение об этом говорит? Государство. Государство. Видите, государство. Что такое? Это машина насилия для обеспечения интересов господствующего класса. А что подчинённый класс? Вот скажем, если вы возьмёте период там рвовладения или феодализма, он может, вот если он победит, какое будет государство? Ну, вот представь, если бы победил бы Спартак. Это сейчас он побеждает там в соревнованиях. А если бы тот Спартак победил, от которого память осталась в названиях футбольных клубов или баскетбольных, ну и какая была бы власть? Да такая была бы в рвовладельческая. Ну, был бы другой в рвовладелец. Ну, а если бы Емельян Пугачёв или Степан Райдин победил, они что, предлагали, что мне будет царя или будет добрый царь? Каждый царь считает, что я добрый. Я вот считаю, что я добрый преподаватель. И тогда, когда я ставлю хорошую оценку, и тогда, когда не очень хорошая, я добрый, потому что мог поставить хуже. Ну, я же добрый. Чего я должен считать, что я был недобрый? И такая. Потом мы тоже в таком положении, что, я скажу, с нами никакой коллегиальности взял, поставил и всё. А если вы вздумаете взбунтоваться и написать, тогда мы создадим комиссию. И кто будет в комиссии? Ваши друзья или мои друзья? И что они напишут? Они напишут, что безобразно ведёт себя Михаил Васильевич. Он проявляет гнилой либерализм. Надо было давно выгнать этих студентов, а он дотянул до такого времени. Мы должны, так сказать, смотреть на вещи. То есть, вот эти вот... А это какой у нас университет? Это же государственный. А что такое государство? Эту машину носили. Хотите сдавать, никто вас не спрашивает. «Пришли, будьте здоровы!» «Не сдадите, тоже будьте здоровы!» А я кто такой? А я проводник этой самой линии здесь. Государственной. Так? Если это государственная университет. Ну вот. Следовательно, вот государством ясно, эта машина носили для проведения осуществления интересов господствующего класса. А, следовательно, а вот тот класс, который не является господствующим, он борется за свои интересы, но на уровне вот рабовладения и феодализма на этом уровне он ничего самостоятельного не может создать. А вот когда начинает появляться буржуазия, она начинает выступать за создание другой власти. Не построенной на личной зависимости. Правильно? представители представителями феодального класса, чувствуя, куда поворачиваются события, они начинают теоретически доказывать, что править могут только, осуществлять государственную власть могут только благородные. Вот у вас есть графское звание, нет? Это я вас спрашивал, как вы его что кончали, а у вас графское звание есть, нет? Вы не баронесса, случайно, нет? А вы не княгиня? Ну что, с кем мы имеем дело? Что пришли? То есть идеологи феодализма вот перед приближением французской буржуазной революции стали вдруг доказывать, что править могут только благородные. Соответственно, и власть передавалась. Если вы будете говорить, что такого нет у нас сейчас, ну, то как посмотреть? Вот, например, политическая власть не передаётся по наследству. А какая передаётся по наследству власть? Экономически. Экономически передаётся. Вот дети Абрамовича, наверное, не венеки будут, правильно? Или, скажем, дети Лисина. Или там вот у Абрамовича уже какая-то третья жена, он каждый раз какой-то кусок этой самой своей собственности отдаёт и при этом не беднеет очередной жене. И появился новый институт брачный договор. Дескать, вот сейчас-то в основном было как-то не по-людски, взяли и поделили между мужем и женой, по крайней мере, всё нажитое в браке, да? Согласно натаскивать законодательство. Но уже у нас в законодательство введён другой институт, брачный договор. Давайте сразу договоримся. Если что, вот заводы у меня, земельные участки, вот несколько земельных участков и что там ещё? Там надоеды вам. и в случае чего всё так и делится по брачному договору. Поэтому мы это наблюдаем, когда вот видим, как ведут себя на арене общественной олигархи. Власть передаётся, экономическая власть можно перевратить в политическую? Ну да, наверное. Запросто. Например, я сейчас буду рассказывать близко к тому, что происходит. Вот, допустим, я олигарх, а вы генеральный секретарь какой-нибудь партии. А мне не важно, какая. Мне в Думу надо. Прихожу я к вам и говорю, так вот, как зовут? Александр. Александр, вот люблю я вашу партию. У вас партия зарегистрирована? Да. А вы в Думе находите, да? Вот, люблю я вашу партию, хочу вам помочь. Очень хочу. Ну, деньгами. И могу я это сделать? Только чтобы строго по закону. Строго-строго по закону. У вас есть счёт избирательного? Избирательного фонда есть? Я могу на этот счёт избирательного фонда направить деньги? Могу. При каком условии? При условии, что у меня нет никакой доли иностранного капитала. Так, по закону сейчас. Ну, сколько денег нужно направить, чтобы у вас прошло свободно десять депутатов? Сколько? Ну, вы не знаете, можно я вам помогу? Я считал уже. Я же к вам пришёл не с пустыми руками и не с пустой головой. Ну, так, четыре миллиона долларов на брата. На десять человек умножаем, получаем сорок миллионов. Ну, я вам перечислю. А вы спрашиваете, Михаил Васильевич, а что, у вас какие-то условия? Да нет, ну, какие условия? Никаких условий. Я от чистого сердца просто люблю вашу партию. Единственная просьба, чтобы среди этих десяти я был тоже один. Это вас не затронет? Ну, вы так прикинули сразу? Да нет, вроде как, особенно. Вы прикинулись, как ваши коллеги по партии, сказать, вот нас один полюбил, хороший человек и хочет нам дать много денег. Ну, единственная у него просьба, там, вот он нам даёт денег на десять депутатов и один, чтобы он тут сидел у нас тоже. Он ничего не будет нам мешать во фракции, будет голосовать, как мы ему скажем. Потому что он любит и ничего против нашей партии не имеет. Ну, вы подумали, подумали, а вам на выборную кампанию деньги надо или не надо? Не надо? Если не надо, вы не пройдёте. А как вы думаете, вы проходите? Вы посмотрели там вот кассы, у кого большие, вот очень большие расходы яблока, и оно, как говорится, продвигает своих, хотя сама по себе хилая такая партия. А у «Единой России», конечно, самые высокие затраты. Короче говоря, и что, вот эта конвертация денег, я стал депутатом Госдумы. Вот, кстати, товарищ Вороненков, он кто с точки зрения экономической? Сколько у него, капитал какой? Он же по списку КПРФ прошёл. он миллиардер. И его Максакова полюбило. За что? За то, что он миллиардер или за то, что он хороший человек? Наверное, за то, что он хороший человек. Мы не знаем. Ну, вот такие разборки там, а если он миллиардер, значит, он мог бизнес иметь в России, на Украине, может, его там ждали, только он там появился. Он думает, он уедет из России. Это же вот, там совсем другие законы в этом мире. Короче говоря, мы прекрасно, вот сегодня сейчас в современном мире, если вот, казался полный анахронизм и как бы с ним расстались, что вот царская власть передаётся по наследству, а чтобы, так сказать, она не выродилась, надо жениться было или выходить замуж обязательно за какого-то представителя другого государства, другого рода. А тут все роды свои уже, Романовы, да они же все выродятся, если другого. Поэтому всё время за иностранцев выходили, женились на них. И поэтому там русской крови было в этой царской, этой царской семье. Совсем мало-мало-мало есть по этому поводу соответствующая литература. А тут то же самое. До сих пор у нас, дескать, вот у нас было время такое, что от того, и в какой вы семье родились, в общем, ничего не зависит. А сейчас все равны, но есть равны. Почему школы огораживают? Что из-за того, что всех детей хватают и требуют выкупа? Ну что они, те люди, которые хватают и требуют выкупа, что хватать будут и детей, которые получают, родители которых получают какие-нибудь 15 тысяч? Нет. Они хватают детей тех родителей, которые получают очень много. Тогда можно потребовать полмиллиона, а лучше 5 миллионов. Вы любите своего сына? Свердок положите там, вон там, в дупло. Ну, хотите, как хотите. И тогда что мы видим? Все школы огораживают. Что там за всеми? Нет. Все школы огораживают. А бизнес какой? Заводы закрываются, а металлургер работает на решетке и на заборы. Все у нас за заборами. А вот все, первые этажи тоже все за решетку. Такая реклама была этих решеток. Сейчас уже вроде всех отоварили. У меня вот не отоварено, я на первом этаже живу. Но уже вот у соседей, которых решетки, решетки, всех несколько раз уже ограбили. Потому что что делает современный бандит? Первым делом он сначала смотрит, какие есть счета, нет ли юрлица, нет ли там денег каких. Потом, если он внешне смотрит, есть ли тарелка, то это, значит, еще стоит рассматривать. Нет тарелки? Если нет решетки, нечет сюда и суваться. Что там делать? А потом дверь, если не железная, а картонная, только о потере времени. Поэтому надо тут учитывать все эти экономические моменты. Короче говоря, кажется, что они экономические, но поставить соответствующие фигуры, обладающие значительными денежными массами или суммами, они всегда могут. Вот, например, Прохоров очень быстро собрал подписи за то, чтобы он стал кандидатом в президенты. Вот вы имеете право собрать подписи? Собрать-то имеете право. Но сроки установлены такие, что если вы умрете и собираете подписи, вы ни за что их не соберете. А вот я, у меня есть миллиард. Значит так, мне нужно собрать подписи. Плачу 5 тысяч за выход в день. Вот вам 5 тысяч. Ваша задача простая. Стоять в станции метро, и это за меня не надо, а просто за то, чтобы я в список вошел кандидатов, а вот там дальше люди будут голосовать за кого считают нужным. Это ничего не означает, просто все список собрать. А вы к другой станции, вы к третьей станции. Ну, вам, я сочувствую, смотрите так криво, ну, вам 10 будет за выход. А вы, вот тут есть люди продвинутые, они за меньше не пойдут. 10, вам по 5. А студентов у нас, которые получают стипендию, 1480 рублей в университете. Я девочку спрашиваю, а сколько вы проживаете-то на эту стипендию? Она так подумала, и говорит, ну, ну, неделю. Я говорю, что, я последний раз с вами вижусь. У меня раз в неделю же занятия. Надеюсь, что у вас чуть больше доход, что мы с вами увидимся еще через неделю. Там двое-то у нас еще оставшихся, они совсем больше не придут, или еще у них есть какие-то средства сюда прийти. Конечно, Прохоров собрал. Другое дело, что он не набрал, потому что, ну, ничего нет, за душой какие-то, помните, плакаты были такие, ну, очень дорогие, висели билборды такие. Что-то такое сказано, в котором нет, ну, никакого содержания, бессмысленный. Кто его там? Как говорят мордомейкеры. сделали ему там то, что надо, деньги получить, получили, прошумел, и все на этом. А потом у него отобрали его этого самого, вот совсем недавно, что? РБК. РБК. Так что там свои, так сказать, разборки на этом краю. То есть, мы видим вот тесное сплетение вопросов экономических, но возвращаясь к истоку, вот когда появилось государство, когда общество разделилось на классы. А вот, когда встал вопрос о другом классе, впервые это появилось, но тогда, когда готовилась буржуазная революция. И вот тут буржуазные идеологи стали доказывать, фамилии этих буржуазных идеологов Терри, Минье и Гезо, буржуазные историки. Они стали доказывать, что руководить государством и заниматься управлением государством могут представители любых классов. Ну, они кого имели в виду? Ну, не крестьяне же, которые участвовали тоже в буржуазной революции, они имели в виду себя. Но они все свои идеи подавали во всеобщей форме. То есть, не надо быть графом, не надо быть князем, не надо быть бароном. Это не важно. Важно, какой человек. А потом выяснилось, что есть равенство, но равенство формальное, и про которое Чернышевский говорил, каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Ну, если нет, ну, возьмите у меня, лизните, и потом верните. У нас бомж имеет право на жилье? На жилье право имеет он? Да. А жилье у него есть? Нет. А право есть. У всех есть право. Поэтому одно дело право, а другое дело обладание тем, на что ты имеешь право. Вот мы наблюдаем, что встал вопрос. Уже есть два класса, которые борются между собой. И кто победит, тот и будет управлять государством. Как назвать эту борьбу двух классов за то, чтобы свои интересы оставить с помощью не просто в порядке классовой борьбы, а в порядке использования силы государства? Политика. Вот. Вот, товарищи. Чувствуете? Регионовед, да, они же соображают? Теперь мы можем записать, что такое политика. Политика это классовая борьба политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. вот мы с вами члены одной, допустим, политической партии. Хотите справедливая Россия? Хотите единой России? Хотите КПРФ? Хотите ЛДПР? Ну, допустим, ЛДПР. И вот мы с вами боремся. Я буду кандидатом, или вы будете. И тут политика есть? Это не классовая борьба, это грубки, так сказать, за местечки борются. Кто из нас будет? А вопрос стоит в том, ЛДПР получит власть или нет? А ЛДПР какой класс представляет? Буржуазию. Буржуазию. Так, а справедливая Россия какой класс представляет? Ну, предполагается, что рабочий. Нет, не предполагается. Тоже буржуазия. Не предполагается. Абсолютно. Ничем не предполагается. Вы программу видели «Справедливая Россия»? Ну, последняя. Они ее и не показывают? Ну, если я не сделал программу, которая направлена против ваших интересов, буду вам показывать? Не буду. Мне однажды с одним товарищем спорил довольно долго. Он говорит, нет, я читал. Я говорю, ну, принесите, что вы читали. И он принес книжечку, там, большим тиражом, чуть ли не миллионным, изданной. Проект программы «Справедливая Россия». Предвыборная. Я говорю, что вы мне приняли? Вы мне проект предвыборной программы принесли. Во-первых, это не программа партии, а предвыборная программа. То есть партия у нас вот такую имеет программу, а на выборах что вам надо? Будет вам это? Что вам еще пообещать? Рыба нужна? Рыба будет. Жилье? Жилье будет. Вам что нужно? Пособие? Пособие будут. Вы можете меня отозвать, если меня выберут? Нет у нас, нету в парламенте нет института отзыва депутатов, нету. Это в Советах было, это до 36-го года. С 36-го года тоже не стало. То есть формально осталось, никаких для этого механизмов уже не было, потому что пока были выборы по фабрикам и заводам, очень просто. Вы собрались и отозвали меня. И все. И пришел вместо Иванова Петров. Потом Петров что-то забарахлил. Петрова отозвали, Сидорову направили. У нас по Нижегородской области в 35-м году было отозвано 300 депутатов. В 35-м году. А с 36-го ни одного. И невозможно отозвать. Потому что вот эти пропагандируемые прямые выборы означают, что не ступенчатые, а сразу, наверх. Что это полтора миллиона избирают одного человека. Но эти полтора миллиона никогда не соберутся, чтобы отозвать. А до этого была двухступенчатая система. Городские советы или областные выбираются до 36-го года. А потом из этих депутатов делегаты съезда советов. И все. Значит, если отзывает депутат, он улетел и со съезда отовсюду и в цик, и все. И нет его. Поэтому можно очищать государственный аппарат. А вот с 36-го года это немыслимо очищать. Поэтому, скажем, карьеристы, бюрократы, они начали плодиться, размножаться, и нет против них средства никакого. Значит, политика есть, классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Смотрите, определение одно, а класса два. Потому что явления двусторонние. то есть это не две политики. У каждого класса, конечно, есть борьба за свои интересы, но классовая означает, что есть борьба двух противоположностей. Это противоречие. Классовая борьба это единство и борьба противоположностей и противоположных классов. А если вы возьмете вот эту тройцу, единое, справедливое и ЛДПР, вы видели, но они между собой, так сказать, как бы пикируются время от времени. Пикируются, не более того. Или, например, справедливая Россия говорит, надо выступать против жуликов и воров. А хоть назвали хоть одного жулика и вора. А кого они имеют в виду? Ну, как бы намек на Единую Россию. Но не более намека. Никто не переступил там этой черты, чтобы кого-то назвали и сказали, что Единая Россия. Потому что Единая Россия такое бы не потерпела, и они бы вылетели оттуда из Думы очень быстро. И так они там не так много получают. Или, а вот ЛДПР. Видели, как решительно выступает лидер ЛДПР Жириновский, да? Видели, как он с Немцовым боролся? Сидит Немцов. А он раз из стакана в лицо. Вот представьте, мы слушаем лекцию, на вас не буду показывать, только на нем. Он выдержит одинаково полу. Так я вам раз в лицо. Тут вы-то нет. А вот они взяли, написали на меня ректору, что вот на занятиях имя ректор Попов Михаил Васильевич допустил себе такую вещь, взял из стакана плеснул в лицо прямо одному из магистров. Разбираем. Говорит, что это вы делали? И вы знаете, говорю, читаю я лекцию, смотрю, вот как раз человек, который прошел социологию, дерево на видне, потом смотрю, бледнеет, бледнеет, бледнеет. Я думаю, сейчас упадет в обморок. Что я буду делать? Я раз ему быстро в лицо, и он ожил. А эти взяли и, конечно, написали, вы что-то не разобрались. Поэтому это все, это цирковые номера. Какая ответственность за то, что я вас облил из стакана? Как вы думаете? По закону есть? Никакое. Вот вы сейчас вот, я тут поступаю, достаёте из-под дылочку маленькую, плеснули в меня, и какая у вас ответственность? Вот представьте, я пойду, скажу, вот тут я читал лекцию, а один из слушателей плеснул меня водой. Мне сказали, ну и что вы мне рассказываете? Значит, у вас авторитет такой, так, наверное, вы читали. Что вы, идите отсюда? Ну, о чём разговор? Потому что нет, не может быть ответственности за это. И вот люди, поднаторевшие вот в этой, так сказать, деятельности по защите интересов класса, они устраивают всякие разные цирковые номера, за которыми вообще ничего не стоит, но которые, так сказать, люди на них смотрят и тем самым собирают голоса. Вот бандиты, например. Я знаю, что бандиты охотно голосуют за ЛДПР. А им тоже надо их куда-то тоже, чтобы они зря-то не болтались, эти вот голоса бандитов. Пусть они хоть за что-то голосуют, но они же не пойдут в Единую Россию. Хо, Единая Россия, она там делает Росгвардия, и всё, она у власти. Нет, вот мы вот за ЛДПР. Он мог как выступать. Другие в справедливой России. А вы видели разницу по голосованию в Думе? Вот какой-нибудь серьёзный вопрос какой-то ставили? Ну, как мелкие вопросы, бывают. А вот серьёзный вопрос поставили какой-то, затрагивает интересы правящего класса в России, чтобы по нему голосовали по-разному. ЛДПР, Единая Россия и справедливая. Видели? Не видели. И не увидите. Потому что, когда мы говорим о политике, мы глубже берём. Мы берём классовую борьбу, а не просто её видимость, которая может быть множественной. Например, две партии в США, демократической и ржавной, все начинают думать, мы избрали этого Трампа. Как он будет себя вести? Ну, как он будет вести? Как ему класс, который он представляет, как с него будет требовать, так он себя и будет вести. Это и демонстрируют сейчас. Ну, избрали, избрали, а вот соберут Конгресс и примут решение, что без решения Конгресса они ничего не делают. Вот и всё. Какая проблема? Никакой проблемы там нету в этом смысле. Для этого не надо знать, какая личность Трампа. Эта личность нужна для того, чтобы посмотреть, кого из этих двух выберут. и тот, и другой будет служить тому классу, который... Ну, если я вас финансировал, всю вашу выборную компанию, как вы будете себя вести? Если так будете себя вести, в следующий раз не буду финансировать. И всё. Можно подумать, это, конечно, богатые люди. Скажем, ну, что там, Трамп, миллиардер. Ну, что там, таких миллиардеров гораздо побогаче есть, чем Трамп, которые решают эти вопросы, и есть соответствующий клуб и соответствующая договорённость. То есть, вот это определение является в этом смысле всеобщим, в том смысле, что оно охватывает все тут возможные процессы. Другое дело, что не надо так понимать, что обязательно одна голова. Может быть, трёхглавый дракон. В России обычно сказки с трёхглавыми драконами. А может быть, две головы, как в Соединённых Штатах Америки. Двуглавый дракон. Ну, а сколько у нас, скажем, политических партий, которые выражают интересы мелкой буржуазии? Вы, кстати, знаете, вот что такое мелкая буржуазия? Точное определение. Только не говорите, что это маленький буржуй. Маленький буржуй – это буржуй, то есть капиталист. А мелкий буржуй – не капиталист. Сразу вас предупреждаю. Что-то, что называется мелкий буржуй. Можете сказать? Не можете. Вы тоже не можете сказать? Ну, те, кто у нас, наверное, нынче именуется как индивидуальный предприниматель, самозанятый человек. Значит, самозанятый. А вы не самозанятый. Что, я вас задел? Или говорят, у него есть своё дело, а у вас всё нет своего. Это не дело, что ли, вот то, что вы учитесь? То есть какие-то странные такие вот. То есть пытаются всё время заменить. Или самозанятый, или вот новый придумали. Потому что хотят где-то ходить вот вокруг, и не брать точных понятий. А я вам даю точное понятие. Мелкий буржуа. Мелкий буржуа – это не буржуа. И не рабочий. А кто? У него есть средства производства? Как нет? У мелкого буржуа? Есть. Но у него нет наёмного. Вот. Вот это правильно. А у него есть средства производства, и в этом смысле он похож на буржуа. Да? Только у него мало. и он не может никого нанять. А если может, то больше работает или трудится сам, чем те, кого он нанял. Я вот, будете у меня два часа подрабатывать, я восемь часов буду работать, а вы два часа будете, я буду платить. Я буду что? Капиталист? Нет. Ну, наёмные есть у меня? Есть. И что? А если два таких? Ну, будет четыре часа. А я восемь часов работаю, а вы четыре даёте. А вот если я работаю четыре часа или восемь, а вы шестнадцать, тогда кто я? Тогда я живу уже, тогда я у буржуа, а не мелкий буржуа. То есть мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Но почему на рынок? Если я произвожу огурцы и сам их съедаю, закатываю в банки, потом открываю и вас угощаю. Я мелкий буржуа? Нет. А я на рынок не работаю. Я просто имею патриархальное хозяйство, натуральное, и всё, подсолное. А вот если я выношу, как Чубайс, цветочки выносил, их стал потом хозяином, можно сказать, руководителем нано-корпорации. Почему поставили такого? Потому что только он может истратить много денег зря. Только Чубайс способен на это. Мелкий буржуа, вот второй класс. Есть класс буржуа, это собственники средств производства, которые живут преимущественно чужим, неоплаченным трудом. Это вовсе не значит, что они не работают. Я таких, ну вот такие капиталисты, которые ничего не делают, это инвесторы, или рантье. рантье, такое не очень приятное для них название, это бездельники, которые каким-то образом получили большие деньги, положили в банк и стригут эти проценты. Эти проценты такие большие, больше всех ваших доходов за всю жизнь. А они вместе с Сохо получают. И всё. И не спрашивайте, откуда деньги. Это добропорядочные граждане. А почему добропорядочные? Потому что у нас, как Владимир Владимирович рассказывал, пять лет назад отматываем, дальше откуда там деньги. А вот за эти последние пять лет, ну вот если вы что-то там не так взяли, и вот посадим, и сажают. А амнистия капиталов, слышали такое понятие? Ну все же знают, что капиталы от трудов праведных не наживёшь палат каменных. Значит, денежки у вас не числи. Ну мы... А капиталы бывают преступники? Нет, капиталы не бывают. Капиталисты бывают, капиталы не бывают. Поэтому что значит амнистия капиталов? На самом деле это амнистия капиталистов. Каких? Первоначальный капитал. А первоначальный капитал всегда грабительский. И это всем известно. Это и Маркс об этом писал. Это вообще из истории всем. И никто с этим и не спорит. Ну не надо это вспоминать. Не надо всё. Сейчас вот всё... Есть люди, они уже банки имеют, они... может быть больше уважаемые, чем человек, кто на них работает. Не надо об этом грустно. Поэтому классов-то мало. Оказалось, политика такая многообразная, так много. Ну сколько этих... Вот второй класс мы нашли. Есть капиталисты, есть мелкие бружа. Они сами работают и живут преимущественно за счёт своего труда. Если они... Можно эксплуатировать? Можно. Вот вы делаете какие-то вещи, допустим, игрушки. Ну, Александр, да? Александр, ну что вы будете ходить по рынкам? Вы же не знаете мест у вас. Давайте, сколько там вашей игрушки? Давайте я сразу деньги вам даю. И всё. И вы идёте и кушаете и подарки жене, и семье, и всё отлично. Раз! Скупаю вас это всё и продаю в 3-2. Дорого потом, маленький. Перекупщик. То есть вы работали 8 часов. А получаете вы за 4 часа. А 4 часа я забрал себе. У вас забрал, у неё и у вас. Ну, вы же все должны быть равны. Вам-то они зачем? А мне они пригодятся. Скажешь, с миру по нитке голому рубаху. Ну, я как рубаха золотая. Ну, и всё. И всё хорошо. Поэтому мелких бружа эксплуатируют. Ну, и последний вам известный класс, который остался, который противостоит, так сказать, по положению бружа. Это рабочий класс. Это люди, которые продают что? Свой труд. Нет, неправильно. Но если труд продают, то, кстати, продали столько, сколько вам этот труд меняет на такое же количество другого труда. Какая тут может быть эксплуатация? Вы у меня в одной форме труд, я вам в другой. Где эксплуатация? Не может быть. У Маркса такая была терминология, он потом понял, что это никуда не годится и изменил терминологию. Продают способность к труду. А как называется способность к труду? Это называется рабочая сила. Вот рабочую силу вы продаете. А вы продали, а потом вы не спрашиваете. А дальше это вас не касается, как я продаю товары. Поэтому вы не труд продаете, а рабочую силу продали. Вот получите эквивалент своей рабочей силы. Ну, а дальше вот я тут считаю в этой книжечке, сколько рабочей силы, эквивалент нормальный. Ну, это сверх прибавочная, прибавочная стоимость сверх того. У нас и этого люди не получают. Так. Ну, это дело будущего. Мы там будем рассматривать конфликты по зарплате. Если они будут затрагивать, так сказать, более широкий круг в том классовое отношение и классовую борьбу, тогда они будут иметь политические составляющие. Если нет, то и нет. Мало ли какие-то внутренние вопросы, этим мы не будем особенно заниматься. Спасибо вам за внимание. Извините за то, что я вас задержал, но 2,5 минуты. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok